Мы использовали свои моменты, соперник не использовал. Вы видели, что перед тем, как мы забили мяч, у соперника был 100% момент, они не попали в ворота. То, что мы планировали, и с тем составом, который вышел, в принципе, я очень доволен. Это раз, второе, то, что были запланированы замены, как у нас, так и у соперника, потому что такой график, у нас нету два состава. Поэтому мы эти три замены в концовке за 30 минут выпустили, ребята добавили, потому что у нас следующая игра, слава Богу, что через 3 на 4, главное восстановиться. А то, что сказал, еще раз говорю, мы занимаемся, объясняем футболистам, как играть, потому что сегодня чуть-чуть мы изменили. Матвея Ивановна заменили и загадочки, или какие-то еще были датические соображения? Он играл хорошо, понятно, что давно не играл, были ошибки, но отношения не только его, а всех футболистов и на скамейке, кто вышел сначала и потом, оно оставляет того, что мы хотим видеть. И к нему в этом вопросе не было, да, повлияло вот это вот, желтая карточка, это раз, второе. Мы планировали дать ему еще 15 минут во втором тайме сыграть и выпустить молодого Ильева. Что всего раньше выпустили? Пожалуйста, у нас следующий вопрос. Можете раздавать, почему сегодня так необычно провели матч, мы провели матч в стуле, нечастный тренинг? И будете, или возьмете вы свой стул с собой? Или на счастье, если вы примете станете в следующий матч, почему-то не просто начало сезона? Спасибо. Ну, мы же не в медиалиге, теперь у вас стул на первом месте. Были причины, почему он был в стуле, но я не хочу над тем, что это связано со здоровьем своим. Следующий вопрос, пожалуйста. Вот у тебя по игре еще задать. Сергей Брызгалов ушел после первого тайма, а что с ним? Ну, если вы видели, он уже пошел в подкат, у него мышцы сводили, поэтому попытался продолжить, но есть проблема. Опять же, это не только у нашей команды, вы видели, у ЦСКА тоже проблема с этим связана. Когда играют игроки, мы только входим, а получается через три на четвертый, через два на третий у нас, в принципе. То есть мы, ну, это понятные травмы, но они быстро, я надеюсь, установятся, но это связано с жарой и с недовосстановлением. Поэтому тут только нам надо надеяться на медицинский штаб, на медикаменты, в хорошем плане витамины, восстановительные мероприятия, чем мы сейчас поедем заниматься в нашей любимой Олимпийской базе Новогорска. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопросов больше нет? Пожалуйста. Добрый день. Максим Максимов, соревновательного мяча, до этого давно не играл, стоит утверждать его в дальнейшем стартном составе, и будет ли он чаще выиграться на бой? Стоит. Такого Максима я хочу видеть, чтобы был злой на всех, в частности на меня. Тогда мы и будем увидеть Максима на поле чаще. А то, что у него мастерство есть, всем это было известно. К нему надо добавлять характер, то, что он сегодня вот и показал. Он не только запомнился двумя мячами за битву, но и он своей работой, своим отношением. То, что мы... У нас было мало времени после Балтики, но он, в частности, и вся команда, она впитала то, что мы хотели видеть против ЦСКА. Мы просто не ожидали, что так много игроков выйдет, которые играли в предыдущую игру, я имею в виду, с Локомотивом. Потому что игра с Рейнбургом была ротацией у них, но, опять же, это я не могу никак говорить о сопернике, я говорю о своей команде. Пожалуйста. Максим Гуджет, Григорьевич Дорогу. Максим Александрович, у вас был тяжелый транс сезона, и, во-первых, победа, и не только победа, как раздакт, но и победа в Супуру. Вот, скажите, что для вас, как-то, более ценна победа, и, во-вторых, вопрос, насколько это победа, подумайте, поможет закрепоститься больше врагам? Потому что, рассматривая что-нибудь сезона, какие удачи, как-то, команда, наоборот, закрепостит их? Я не считаю, что они были закрепощенные какие-то, и в каждой игре забивали мячи, опять же. Просто, когда у тебя идут одни поражения, конечно, давляет результат сегодня. Он тоже давлел, но где-то нам, можно так сказать, улыбнулась удача. Но мы хотели выиграть, ребята хотели, поэтому это победа футболистов, и я их поздравил. Нам надо двигаться, у нас ноль пока что. Сегодня мы обыграли и играли с командой, которая в предыдущем чемпионате выиграла кубок. Следующая игра у нас, которая команда, которая выиграла чемпионат. Субтитры создавал DimaTorzok